здравствуйте друзья я хотел поделиться с вами одной мыслишкой и начну я издалека я люблю издалека значит вспоминаю как жили мы в ссср никого не трогали и вдруг начались перемены одна из таких бросающихся в глаза перемен состояла в том что в газетах вдруг стали печатать объявления от граждан раньше от граждан объявление не брали ну разве что с похоронами как я не знаю это не любого можно было газету а тут значит человек пишет продам магнитолу там такую-то другой пишет куплю магнитолу такую-то верхом без стыдства были объявления о знакомствах это это вообще зашкаливала по безнравственности но эту часть я сейчас вообще не трогал я говорю о том что вот куплю магнитолу и продам ту же самую магнитолу вот было безнравственность в то время так воспринималось что это как-то неприлично вот сейчас значит мы говорим о магнитоле 10 человек говорят куплю вот эту самую магнитолу еще 10 человек говорят продам эту же самую магнитолу это был взрыв мозга то есть я думал как же эти люди не нашли друг друга вот почему они печатают деньги дают вот казалось бы один напечатал продам другой например у него купил ему не надо печатать объявление куплю вот сразу раз купи ну или так вот в сша на самом деле сейчас вот если вы посмотрите на эти классифайз там есть продам и есть куплю тоже но на самом деле продам гораздо больше чем куплю но это отдельно и вот значит не привыкшая к рыночным отношениям сознания кипела бурлила потом товарищ один меня он объяснил он говорит ты пойми он говорит человек который играет куплю магнитолу он хочет купить ее дешево поэтому он потратил деньги на объявление он тратит время на то чтобы с ними разговаривать но если у него будет десять разных там предложений он купит самое дешевое человек который как продам магнитолу у него совершенно обратная задача он за тот же самый предмет хочет получить максимальную цену а на рынке есть как бы некая вилка мы привыкли к этой вилке допустим вот идешь на рынок яблоки покупать да или там картошку и вот тоже есть вилка и вот тут такая же значит и вот сознание освоило хорошо значит есть люди которые хотят продать и не могут за ту цену есть люди которые хотят купить и тоже не могут за другую цену и вот возникает такая рыночная проблема я почему начал с магнитолы потому что меня периодически после некоторых видео народ начинает но как бы сказать дергать там с разными идеями в частности вот эта идея о видео про то что джуниоры никому не нужны я там объяснял как выделиться из других джуниров там приходит там по сто резюме на одну позицию там и так далее и вчера как раз вот один из моих собеседников на конференции свод с украины инвестор вот он на эту тему тоже говорил и он говорит что компании ищут джуниров ты только вылези говорит он я говорю а если он не компьютерный джунир если он вот из другой области переквалифицируется и тот мне говорит да у нас в украине 80 процентов людей работающих войти переквалифицировались откуда-то и они тоже на них спрос но они должны выйти на какой-то уровень и он там объясняет что он под этим понимает силы время там и так далее он довольно четко описываем и вот мы возвращаемся к вопросу джуниров держа в голове рыночную вот эту вот концепцию согласно которой одни днем с огнем бегают не могут найти приличного джуниора а другие джуниоры хотят чтобы их наняли джуниорами и они шлют свое резюме шлют свое резюме а их ну либо вообще уже не зовут либо у них там десятки интервью а их не берут и вот мы упираемся в то что есть два понимания джуниора вот так же как есть понимать два понимания цены магнитолы вот только ленд superhero есть джоуниор за которым все гоняются и есть джоуниор который над никому не нужен единиц для джоуниоров мало быть джонеров смысле не иметь боб equity надо быть качественным думаю недостаточно закончить курсы главное чтобы они были подешевле критерии отбора да или там покороче вот и и сказать а я вот джонер да ты еще не джонер может быть и надо еще двое таких курсов закончить пока ты поймешь что ты не джонер а бывает человек дома сидел занимался в интернете копался там какие-то проектики это делал и он уже там такой джонер его час на части порвут мало того он к этому времени уже знаком там с половиной стартапов он на всех тусовках и его еще куда-то даже приглашают и даже такие деньги предлагают которые обычно джонеру там и не дают а ему дают больше и тот и другой джонер в смысле опыта нет но вот какие разные два джонера в экстремальном таком варианте я бы сказал что вот есть слово наполеон один из них император франции а другой вкусный пирог тортик такой мы с вами знаем все и того и другого мы с вами знаем и оба наполеоны понимаете и совершенно разный спрос разное содержание разное понимание слова вроде то же самое так что друзья как тост у меня получается выпьем за то чтобы те джонеры которые хотят понять это были те самые джонеры которые хотят чтобы их наняли на этой высокой ноте мы и закончим